Сегодня утром вблизи остановки элеватор сбили человека. Наезд произошел прямо на зебре. 67-летний водитель в районе элеватора, управляя автомашиной Toyota Corolla, на нерегулированном пешеходном переходе совершил наезд на женщину 47 лет. В результате ДТП женщина с травмами различной степени тяжести была доставлена в медицинское учреждение для осмотра медицинскими работниками. Еще один наезд на пешеходном переходе произошел в Кяхте. В 4 часа дня на улице Ленин 20-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 на нерегулированном пешеходном переходе совершил наезд на школьницу 2011 года рождения. В результате ДТП школьница с травмами различной степени тяжести была госпитализирована в медицинское учреждение. В ОНУД два молодых вандала 20 и 23 лет исписали могилу фронтовика оскорбительными и экстремистскими надписями. Произошло все на кладбище в микрорайоне Горький. За что задержаны? В апреле этого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, я разукрасил могилу и нанес оскорбительные надписи вину свою. Признаю, всадеянно, раскаиваюсь. Больше такого повторять не буду. В ходе предварительного следствия в отношении одного из обвиняемых была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Второй находится под домашним арестом. Недавно уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения. К другим новостям. На острове Богородске загорелась трава. Сообщение о пожаре поступило в два часа дня на центральный пункт пожарной связи. К месту пожара были направлены подразделения Лонденского пожарно-списательного гарнизона. На момент прибытия первого подразделения горела трава на площади полтора гектара. Угроза распространения огня на жилые постройки отсутствовала. К ликвидации пожара были привлечены 7 человек личного состава и 3 единицы техники Главного управления МЧС России по республике Бурятия. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Егор Кокорин, Алексей Ромашов. Новости дня.